Решить вопрос с участком земли под строительство стрелкового клуба «Белая сова» намерен депутат Госдумы Ярослав Нилов. С такой проблемой к нему обратилось руководство спортивного учреждения. Его российский политик посетил накануне. Кроме того, он побывал в главной больнице Нинецкого округа. Не случайно многих жителей сейчас интересует, когда в регионе появится новый томограф. Обо всем подробнее расскажет Александра Литкова. Стрелковый клуб «Белая сова» был образован в ноябре 2016 года. Сейчас платные занятия посещают 20 подростков и 10 взрослых. По словам руководителя Натальи Просверниной, желающих заниматься намного больше. Вот только оружия на всех не хватает, да и помещения неподходящие. Клуб любителей пострелять расположен в подвальном помещении пятой школы. Другого варианта пока нет. Решить эту проблему руководство объединения пытается уже не первый год. Организация готова возвести тир на свои средства. Правда, землю под строительство никак не удается получить. Решался вопрос с земельным участком. Разговаривали мы, в общем-то, и в городской администрации были, мы и разговаривали, были на встрече с губернатором. Но пока вопрос открыт. Было бы, конечно, прекрасно, если бы у нас было свое помещение отдельное стоящее, где мы могли бы заниматься с детьми, мы также могли бы приходить взрослые, семьями проводить досуг. Депутат пообещал поднять этот вопрос на ближайшей встрече с главой региона Александром Цибульским. Как считает Ярослав Нилов, занятие любым спортом, в том числе и стрельбой, воспитывает в подрастающем поколении выносливость и терпение. Учитывая специфику региона, учитывая, какое количество здесь охотников, необходимо, конечно, это развивать. С одной стороны, с другой стороны, если есть спрос, есть интерес у молодежи, да и у взрослых, которые могут прийти сюда в вечернее время, пострелять, получить определенные эмоции и дать возможность организации получить дополнительные средства для развития, это всячески надо приветствовать и поддерживать. Вторым пунктом программы рабочей поездки депутата стало посещение Нинцкой окружной больницы. Основная проблема для региона на сегодняшний день – отсутствие томографа. В Нинцком округе нет ни одного аппарата МРТ. Без этого препарата, без этого аппарата, без аппарата МРТ невозможно добиться тех целей, которые ставит президент в послании Федеральному собранию. В том числе повышение качества жизни, снижение смертности. Самое основное – это борьба с онкологическими заболеваниями. Если такого аппарата нет в округе, то этих результатов добиться будет невозможно. Руководство лечебного учреждения заверило – до конца года жизненно необходимый аппарат в округ поступит. Мы сейчас заказываем новую, потому что аппарат был закуплен еще в 2010 году. Аппарат уже изжил себя и морально, и технически. Процедура очень за объявление аукционов и закупок очень длинная. Мы только лишь смогли заключить договор 28 августа, поставка в течение 80 рабочих дней. То есть у нас аппарат вышел из строя в мае месяце. Мы только смогли подготовить все технические задания с антимонопольной службы, отрегулировали там. Кроме этого, народный избранник высказал свое мнение о работе страховых компаний в целом по стране. Не секрет, что большая доля рабочего времени врачей уходит на заполнение различных бумаг. Страховые компании – это прослойки, это присоски финансовые, которые сегодня пользуются деньгами граждан, деньгами государства и навязывают свои методы работы и свои правила игры. Они штрафуют безбожное учреждение здравоохранения. То есть пришел человек, гражданин, обратился за медицинской помощью. Ему помощь оказана, то есть наступил страховой случай. Дальше все документы составляются, передаются, соответственно, в фонд обязательного медицинского страхования. И страховая компания, она обязана выплатить учреждению здравоохранения соответствующие средства. Хотят страховые компании выплачивать? Конечно нет. Они по ОСАГО обманывают и по медстрахованию также обманывают. Проблем в здравоохранении округа, по словам депутата, достаточно. И многие из них нужно решать на правительственном уровне. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.